И с этого дня, с этого дня, до нарушения дисциплины, я буду выгонять проекта. Это очень больно. Я не понимаю все условия игры и всего. Проигравшая команда становится в колено-локтевую позицию и получает мячом по пятой точке. Реди гол, старт соревнований! Этот выпуск начнем с нашей постоянной рубрики «Напросились». К нашему сегодняшнему герою мы приехали прямо на работу. Мы находимся в Крым-троллейбусе. Здесь работает главная звезда акульей сушки – Светлана Крупчан. Добрый день, милые дамы! Здравствуйте, Светлана! Вот она, символ нашего проекта. Господи, Света, что она с вами сделала? Как ей это удалось? Здравствуйте! Катюня, скажи мне, как? Как ты смогла это сделать? Свет, как дела? У меня все отлично. Катюня, на самом деле, самый лучший тренер на этом проекте. Я чувствую себя великолепно. Мое здоровье еще лучше. И я вот сейчас, на сегодняшний момент, я убеждена, что... Я же победитель этого проекта, правда? Мне помогли увидеть себя со стороны. Ко мне пришла девочка. Ну, не ко мне, а вообще, в принципе, работает на нашем предприятии. В наш кабинет пришла девочка, которая так невзначай просто показала мне фотографии. И я такая, ой, а кто это? Она говорит, а это я, полгода назад. Я такая, как ты? Как ты? Полгода назад? Она говорит, да, я просто решила изменить свою жизнь. И это круто. Я увидела, насколько она жизнерадостная. Я посмотрела на себя и думаю, так, Свет, по-моему, тебе тоже пора уже было заняться собой. Что у вас было на завтрак и на второй завтрак? Так, на второй завтрак у меня была кашка-очищашка, я ее так называю. Это овсянка? Нет. Это моя личная... Моя личная идея, скажем так. Вот. Это обезжиренный творог. Плюс однопроцентный кефирчик. И плюс разные отруби, семена чиа, семена льна. Очень вкусно, очень сытно и очень полезно для организма. Это был перекус? Это был полноценный второй завтрак. А первый? А первый у меня была говядинка варна. Мы недавно делали на прошлой тренировке. Это просто... Я думаю, как это сделать, это упражнение? Ну, я бы сделала. Потом, когда Катюня увидела, что на мне еще и утяжелитель, она говорит... Птичка, извини! Вы можете нам показать, чем вы собираетесь обедать? Да. Итак... Та-та-та-та-та-та-та-та-та! Ну, в общем, это мое. Это тоже мое. Орешки, творог. Вот это. Ну, огурчики, яблочки, творог однопроцентный. Вот, в общем-то, это и есть та самая кашка-очищашка, о которой я уже говорила. Ну, у меня просто осталась половина, потому что много ее не съешь. Она все-таки сытная. А выглядит просто как десерт. А, хотите попробовать? Хочу. И кашка, а чашка. Момент истины. Напомните, из чего она? Это обезжиренный творог, кефирчик однопроцентный. В данном случае это семя льна, это клетчатка, это продаются в аптеке, в любой. Это семена чиа. Это очень полезно для пищеварения. Запомните его таким. На самом деле здесь нет вообще никаких не соли. Я соль вообще исключила из своего рациона. Это мое открытие. Я считаю, что в нашей жизни не существует ничего нереального. Если есть желание, значит, да, значит, все будет. Привет, друзья, это Акулья Сушка. Я напомню, что 12 участников борются за красивую фигуру и за главный приз 50 тысяч рублей. Посмотрим сегодня, насколько сильна их мотивация. В прошлой серии мы решили добавить перчинки в Акулий соус. И теперь участник, который потерял меньше всего веса, будет выбывать из гонки за главный приз. Ну что, кажется, пора распечатать весы. Итак, первым на весы становится у нас Алексей Давыдов. Алексей, прошу. Первый вес, с которым к нам пришел Алексей, был 140 килограмм 200 грамм. Вау, Алексей, такими темпами похудеете настолько, что к финалу проекта ваша напарница Бажена сможет вас носить на руках. Самая главная ошибка новичков в зале, всех, это купить абонемент без тренера. Потому что, как бы ты ни вычитал спортивную какую-то литературу, Википедию и так далее, без проводника в зале первое время невозможно. Поэтому не скупитесь и хотя бы на месяц всегда покупайте абонемент с тренером, если вы новичок. Это все. Сегодня в день съемок у нас тренировка спины, точнее будет даже сказать тренировка верха. Потому что по программе Бажена в день верха все мышечные группы, то есть это и спина, и дельтовидные руки. Вот. Леша же тренирует в день верха спину и груз. Хочу сделать акцент на том, что человек, выполняющего, должен концентрироваться на работе лопаток. То есть за счет движения лопаток работает широчайшая мышца спины. Ну и пока Алексей концентрируется на своих лопатках, автор проекта Андрей Шарков проводит взвешивание еще одной пары участников. Мы продолжаем сегодня контрольное взвешивание наших участников. Теперь мы находимся в спортивном клубе «Глобус-спорт». И первой на весы мы приглашаем Крупчан Светлану. При первом взвешивании у Светланы был вес 93 килограмма и 80 грамм. Сейчас, надвигаемся. Не дышим, не дышим. Дышим. 77 килограмм 200 грамм. Я могу сказать, что хороший результат. Молодец, не сдаемся. Конечно. Раньше... Естественно, это только начало. Раньше не хвалим себя. Ну, молодец. Володя. Давай сейчас посмотрим, какой вес у тебя. 110 килограмм 600 грамм. Вес Владимира был 124 400. Молодец. Неплохо, но можно лучше. Будет лучше. Просто харизма добавил Владимиру пару КГ. Ну, а вообще и у Вовы, и у Светы очень хороший результат. Браво! Бывает, конечно, никогда просто не хочется в зал. Не хочется лень. Жир, как говорится. Но сразу приходят на ум слова Александра Суворова, великого полководца. Дисциплина – мать любой победы. Поэтому, собственно, берешь себя в руки, идешь в зал, завязываешь, завариваешь дверь на кухню. Вот. И, собственно, идешь в свои цели. Да, это похудение, победа и так далее и тому подобное. Ну, а для победы Владимиру предстоят длительные и тяжелые тренировки. Сегодня он покажет дорогу, которая ведет его к цели. И все это, несмотря на то, что тренер в отъезде. Да, мы сегодня с вами, предводитель, так сказать, у нас в плотном контакте вместе с нами. То есть у нас даже есть онлайн какие-то режимы. Поддержка, контроль, мы всегда на связи. А бывают дни просто, когда мы приходим, да, сами позаниматься. Суббота, допустим, или воскресенье. Да, и нужно же понимать, как работать, какие нагрузки себе давать. Есть план? План обязательно. Не соответствуете, да? Да, чтобы, допустим, не перегрузить себя и не сорвать себе здоровье, не посадить иммунитет. То есть мышцы тоже должны отдыхать. Вот, поэтому у нас расписаны и программы тренировок, и силовые тренировки, и круговые тренировки, режим питания, калораж, вес еды, количество приемов. То есть мы на тесной связи с тренировкой. Итак, первым на весы станет, и мы увидим разницу в весе, с такого веса, с которого Андрей начинал. Да, это Андрей Пеек. И контрольное взвешивание сейчас покажет результат. У Андрея было 146 килограмм. 132 килограмма 800 грамм. Результатом доволен, Сан? И я недоволен. Можешь больше, можешь. Многие считают тебя фаворитом. Что делаем? Идем тренируемся. Андрюха, не расстраивайся. Я видел, как во время взвешивания твой тренер Влад наступил на весы. Так что все норм. Хорошо идешь. Люди приходят и каждую тренировку делают одни и те же упражнения. Что есть большой ошибкой. Я бы порекомендовал, ну, в плане не рекламы, а хотя бы первый месяц тренировок в зале обратиться хотя бы за помощью к тренеру. Не обязательно персональных тренировок, а просто чтобы подсказали правильную технику исполнения упражнений. У Марии вес был в первом взвешивании 62 килограмма 800 грамм. Сейчас на весах 58 300. 58 300 и вес меньше. Меньше, чем был. Но еще очень мало. Андрюха, так как у нас сегодня ножки, сейчас будем с тобой сделать небольшую разминку. Тренажер для мышц бедра. Сначала разогреем твою верхнюю поверхность бедра под рицепсы. Давай. 15 раз. Ножки выпрямляешь вверху полностью. Больше амплитуды давай. Да, больше. Вот. Носочки тянешь в колену. Хорошо. Так, да. Вес стоит. Вес на самом деле в застое. В застое уже как две с половиной недели. То есть и на самом деле тем самым еще усугубляет ситуацию. То есть ты трудишься больше, работаешь больше. А вес стоит понемножку. Есть. Теперь ноги закидывай сюда. Это у нас будет сгибание бедра. Бицепс бедра. Работай. Ну, потяжелее. Работаем суперсетом сейчас. Да. Тем более тренажер у нас позволяет это сделать не отходя от кассы. Отлично. Еще и с партированным повторением, да, это делаем? Ножки больше выпрямляем. Сколько повторений? Делаем сейчас по 15 повторений. Ну, суперсете. 15 разгибаний, 15 загибаний. Это мы делаем больше для того, чтобы разогреть его мышцы бедра. Для дальнейших. Один подходик. Ну, один подходик. Воддых, да, минутка. Ага. Чтобы разогреть мышцы бедра для дальнейших тяжелых тренировок. Ну, упражнений. А что дальше приседать? Будет приседать. Насколько я похудею за месяц? Сколько я наберу с банки протеина? И не перекачаюсь ли я? Особенно от девушек. Не стану ли я перекачанной? Или не стану ли я, как он тот мужик? Сейчас мы прокачиваем плечи, прорабатываем плечи. Работаем с малым весом. Пятерочки, 5 килограмм. Делаем, допустим, 3-4 повторения по 15-20 раз. То есть упражнение нацелено не на прокачку мышц, а именно на сушку, да, чтобы убрать вот эти дела слесающие. Но это уже будет работа на трицепс. Если у нас фронометража хватит, то можно еще это упражнение показать. Что мы сейчас с Машей тут делаем? Так, мы тут делаем тягу верхнего блока параллельным хватом. Маш, это похоже на упражнение к груди, мы тянем прямой рукояткой. Ножки заводи под упоры. Спинку чуть опрокидываешь назад, смотришь вверх, на выдохе тянешь к груди. Хорошо. А вот здесь ты рукой придерживаешь, да? Это чтобы она сильно не опрокидывалась, чтобы небольшой упор был. Ну, в идеале здесь лопаточки должны сводиться, да? Вот я как раз и... Как раз и контролируешь процесс. Можно я поконтролирую? Конечно. Ну-ка, Машенька, посмотрим. Сделай так, чтобы у Андрея все синие были. У Дениса. У Дениса. Можно я этого делать не буду? Ну, упражнение все какое-то. Или... А можно сегодня там съесть что-нибудь сладкое, то, что я ему запрещаю на диете? Вот. Самый городский вопрос. Плавненько завершаем тренировку упражнением на пресс. Сегодня решили добавить еще пресса. Сил много. Съемочный день. Упражнение называется просто «Римский стул». Интересные факты о прессе. Не существует на самом деле, как многие люди привыкли считать, верхнего пресса, среднего пресса, нижнего пресса. Существует одна прямая мышца живота. У вас один пресс, он сплошной. Вы можете качать его как угодно. Неважно, не появится у вас плоский живот, если вы будете качать пресс любыми способами и при этом не соблюдать диету. Поэтому ваш пресс, ваш плоский живот, как вы хотите, кубики – это прежде всего питание. Помните об этом, пожалуйста, когда выполняете бесконечные и зачастую бессмысленные подходы на пресс. Неужели тяжело? Ну, после 15 уже тяжеловато становится. До 15. Тяжеленький? Нет, он не тяжеленький, но за счет того, что… В чем суть этого упражнения? Суть в том, что у тебя вытянутые руки, то есть у тебя мышцы в постоянном напряжении. То есть ты опускаешь мяч и тут же его поднимаешь, то есть не делаешь точку. И малый вес, и малая пауза. Сколько паузы? Пауза не больше 10 секунд. И все? Поехали дальше. Поехали дальше. Это же у нас передняя дельта работает, да? Передняя, средняя, да? Я не знаю, как эти мышцы называются. Я в анатомию не углублялся. Но все-таки познания какие-то уже есть. Вот эти вот мышцы работают, как они называются? Да, это мои есть. Мало кто знает, но это Владимир Чинченко тренировал обезьяну поднимать симбу. То есть ты же не слепо веришь всем указаниям тренера. Ты же хоть немножко начал разбираться? Дело в том, что когда ты выбираешь какой-то путь и выбираешь наставника на этом пути, ну в данном случае наставник меня выбрал, ты должен отключить свою голову и думать головой наставника. Тогда у тебя результат будет. То есть полное подчинение? Вослушание. Починение немножко в другом. То есть доминатная позиция в тренере? Нет, именно послушание. То есть партнерские отношения тренера. Подопечный, да? То есть тренируемый. И обязательно, чтобы был аспект послушания. Знаешь, как можно, что? Ай, не хочу. Давай сегодня не 4 подхода, а 3 и сделаем. Вот. И это не дело. Если тренер говорит, что нужно нам лупануть 3-круговое. Одно нагрузки, 3-круговое, 2-й нагрузки. Ну и добавить там 4-й, например. Значит, она лучше, знаю, она профи. И ты голову не включаешь? Я говорю. Ну, когда я занимаюсь, да. То есть я думаю ее головой, потому что я всегда говорю, Катя, что мы дальше делаем? Катя, а как это? А как кто? Вот. Она мне говорит, я, собственно, делаю. Поэтому не слезу. Итак, друзья, я рад сообщить вам всем все, что вы и так знаете. Отныне из проекта будет выбывать один участник из гонки за главный приз. Но в проекте формально человек остается. И за свою красивую фигуру он будет бороться. В прошлый раз-то была Бажена Аксенова. Это был показательный момент. Сегодня будет так же. Вы будете выбирать того, кто покинет гонку за главный приз. По традиции Алексей Давыдов голосует против себя. Александр Драбич решил убрать Надежду Костюченко. Аня Хамедулина отдает голос против Маши. Месть Жанны Смолега обрушилась на Александра. А решение Владимира Чинченко вызвало фурор. Я ставлю свой выбор. Я буду голосовать против Жанны. Жанна, прости, пожалуйста. Могу еще раз аргументировать, почему я это не говорю. Аргументируй. Да, аргументируй. Потому что ты занимаешься спортом. И потом у тебя более тщательная, более профессиональная подготовка. И мне кажется, что в этом проекте тебе нужно... Нет, место, да? Нет, место. Ты можешь продолжать заниматься. Я не на выбывание. Я думала, что это такой принципиальный. Узнав, что теперь на кону 50 тысяч как бы не обсуждается, ты выберешь того, кому этот приз, в принципе, меньше всех нужен. Успешного предпринимателя Володю. Как тебе такая идея в голову не пришла? Мы же теперь за приз не боремся. Тебе он меньше всех нужен в этой программе. Я сейчас не опресню, я говорю о том, что ты занимаешься, уже ты не идешь дальше за приз бороться. Да, я тебе про то же говорю. У тебя своя есть система. Так дело в деньгах. Они в этом. Тебе деньги меньше не нужны. Я объясняю тебе свой выбор. Ты спортсмен. Да, я остаюсь в проекте. Так я не голосую, чтобы ты выбыла. Я вспомнила, знаешь что? Стихотворение Некрасова. Давай. Да, нравственный человек. Живя в согласии, строгой моралью, я никому не сделала в жизни зла. Надежда Костюченко сливает Сашу. Наталья Болдырева проголосовала против Маши, потому что она потеряла меньше всего. Ну а Светлана Крупчан направила губы правосудия в сторону Жанны Смолега. Потому что я не хочу, чтобы в моем окружении был человек, который говорит такие громкие слова Некрасовой, нравственности. И имеет блокнотик, в котором он пишет имена всех своих обидчиков. И как же он будет им мстить? Маша выбрала Аню. Месть сладка. Ну а князь Тьмы Андрюха решил убрать Сашу. Потому что если я голосую за Сашу Драбища, то решать опять не нам, кто выбрал. У Саши Драбища будет три голоса, и у Жанны будет три голоса. Поэтому я голосую за Саши Драбища, и я надеюсь, он меня поймет. А ты математик. Ты посчитал. Я? Конечно. Красавчик. Внимание, друзья. Мы поговорили, повеселились, все прекрасно. Рад объявить вам, что это был просто перформанс. Чтобы вы ощутили весь груз ответственности, пересмотрели свое отношение к проекту, своему участию в этом проекте, к своему отношению к каким-то морально-этическим принципам своим. Бажен у нас тоже в проекте. Это была тренировка. Все, как говорится, на своих местах, все нормально. Но сегодня у нас кто-то покинет проект. Одно сам. Бажен, вернули эти флаги. Мы там уже люди. Но, но по объективным причинам. Сегодня мы взвесили всех участников, и гонку за главный приз покинет тот, кто меньше всего сбросил. Я объявлю результаты сегодняшнего взвешивания. Результаты были высчитаны нами от первого вашего взвешивания, которое было 22 августа, до сегодняшнего дня. Итак, скажу три лучших результата. И два самых плохих. Итак, третье место по гонке веса на данный момент, на контрольном взвешивании у нас занимает Владимир Чинченко. 13 килограмм 800 грамм. Володя, молодец, но можно больше. Второе место. У кого бы вы думали, Алексей Давыдов. Лично меня Алексей удивил, приятно удивил. 14 килограмм скинутого веса. Ну и первое место. Первое место. И вместе с ним. Иммунитет. То есть на следующем голосовании за этого человека можно не голосовать, нужно не голосовать. У нас получает... Что? Светлана. Светлана Крупчан. 16 килограмм 600 грамм за это время. Сломанная штанга. Света, браво! Ты просто красавелла! Есть еще порох в пороховницах и ягоды в ягодицах. Итак, самые плохие результаты проекта по весу. Но это не значит по внешнему виду, не значит по состоянию здоровья, не значит по работе с тренерами и по тонусу мышечному и общему состоянию. То есть эти люди делают то, что могут, делают то, что знают. То, что для них сейчас необходимо, но мы хотели бы увидеть результат выше. Итак, предпоследнее место с конца у нас занимает Мария Капустина. Мария скинула 4,5 килограмма. И 2 килограмма 100 грамм на данный момент, хотя был результат уже лучше, смогла сбросить. Лишь 2 килограмма 100 грамм. Аксенова Бажена. Аплодисменты зря. Она молодец, выглядит, конечно, замечательно. И мы ради этого счастливого взгляда-то и брали Бажену в проект. Но надо все-таки больше. И мы здесь стремимся для того, чтобы сделать с тебя вообще практически изюминку. Помогаем и надеемся, что у вас с Романом этот процесс тренинг с вашим получится. Теперь, честно это или не честно? Вы говорите, вы все хотите быть хорошими? А вот я по результатам смотрю, вы лучших желаете худеть. Будьте худыми, а не хорошими. Вот на данном этапе. Потому что мы все смотрим по результатам. Кто как ест, кто как тренируется, кто правильно выполняет задачи тренерского состава. Да, Александр, у вас это касается, вы скинули всего лишь 10 килограмм. Можно больше, Саш. Можно, нужно больше скинуть. Итак, независимо от скинутого веса, я хотел бы, чтобы на этом этапе первым человеком, попавшим в группу Б и не участвующим в розыгрыше главного приза 50 тысяч рублей, была, да, это будет была девушка с буквой Ж в имени. Девушка, пожалуйста. И это будет все же Бажена Аксенова. Бажена, вы же все хотели по-честному, да? Кто меньше скинул вес, кто меньше скинул килограмм, тот у нас уходит в группу Б. Но ты остаешься в проекте, ты идешь плечом к плечу с нашими ребятами. Только теперь ты тренируешься с этой табличкой на память, сфотографируйте обязательно Бажена. И в этой футболке. Ты сейчас идешь в раздевалочку, переодеваешься, и мы тебя встречаем. Футболочка белого цвета. У нас у тебя будет у тех участников, которые участвуют в проекте в группе Б. Да, Наталья? Есть ли у человека шанс вернуться в нашу? Что вдруг там просто скинет? Извините, сейчас порвать тут все тренажеры и сбросить 10 килограмм. На самом деле, из группы Б больше шанса вернуться не будет. Ой, лол, кек, чебурек. Только вернули обратно Бажену и через минуту снова выгнали. Ой, я рожу не могу. Финитую ля комедия. Тут много вариантов можно раскинуть по этому поводу, много мнений по этому поводу. Люди выбывают, но такая, наверное, задумка. Я так поняла, что не все зависит от вас. Я решила, что в этом проекте у меня нет друзей, товарищей, знакомых и тому подобное. Я иду к своей цели, а все остальное меня не интересует.